К тому же генплан развития города Москвы должна проходить вместо Большого Каунского проезда так называемый, проектируемый проезд 1295. В том же письме Крисману генплана написано, что это магистраль городская первого класса. Что это значит? Это по две полосы туда и сюда. Где они сейчас здесь эти две полосы сделают? Больше того, если присмотреться, спуск перехода, который не туда развернут, он стоит на этой магистрали. Кто им дал право строить, обращал внимание всех этих наших МКЖДшников, представителей префектуры. Вы разберитесь с генпланом развития, чем строить свои средства. Жителями была расчищена вся вот эта площадка после того, как здесь были разгромлены гаражи. Три ряда полностью. То есть полностью было все завалено строительным мусором. Металл, понятное дело, продали, вывезли, так сказать, эти деятели. А вот осталось жителям просто, как после бомбежки. Вот на свои средства, сами своими силами все расчищали. Ну вот сейчас хоть какое-то пространство здесь появилось благодаря этому. И то паркуется преимущественно даже не транспорт жителей, а сотрудники бизнес-центра работающих. Ситуация явно требует внимания, при том, что, ну как в случае, да, просто характеризующую обстановку. Вот мы прибыли сюда, начали с жителями общаться, стали свидетелями того, как производятся работы по выгрузке каких-то пеньков, ветвей, какого-то мусора. Все это свалили. С водителем мы пообщались. Ни путевого листа, ни, естественно, никакого разрешения на проведение этих работ нет. Территория под это дело не оборудована. То есть это просто, ну, самовольно как бы все происходит. Вот с прорабом, ну, водитель созвонился, мы с ним переговорили. Он тоже, естественно, ручки поднимает. Вот поэтому, ну, явно полное безобразие, как бы, никто за этим не присматривает. И все пущено на самотеку, по большому счету. Вот, и вот он, вот он этот выход к хостелу. То есть как бы выход прямо на детскую площадку. Здесь не раз, там, в 17-м году и у бдистов был, и скотворон бегали здесь. И дети здесь больше не играют, здесь постоянно круглосуточно сидят люди. На что летская площадка запущена? Летом они в трусах сидят. Они не в трусах сидят, они пьют. Конечно, а как же? Ну, я не знаю, что там, что здесь. Ну, правила эксплуатации. Я дотации площадки висят. А правила эксплуатации хостела, и вообще, где вывеска стоит хостел? Есть вывеска? Нет. Мы призываем к тому, чтобы этот клубок развязать, он должен быть развязан в виде некого общего, комплексного плана благоустройства данной депрессивной территории. Учитывая интересы всех жителей данного района и работающих здесь, мы обращались в рамках предвыборной кампании господина Собянина именно с точки зрения социального аспекта решения задач граждан. Получается, что этот район не для жителей, а для малого, среднего, и, может, даже немного крупного бизнеса, который они проводят с явным нарушением и ущемлением прав поживающих здесь жителей. Ситуация с парковкой в данном районе просто катастрофическая, да? Особенно вот тот квартал прилегающий. У нас здесь и бизнес-центр, сотни машин, 52-я горбольница, недавно новый медико-диагностический центр, он нужен красивый, хороший, но парковаться там негде. Торговый центр 5-й вене. Все это в наших дворах круглосуточно фактически. Это проблема не решения. Несмотря на неоднократные обращения в префектуру, в управу, получаем отписки. По всей Москве существуют похожие проблемы. По всей Москве власти не хотят слышать жителей. Это огромная проблема, потому что отсутствует диалог между жителями и властью. И это отсутствие диалога, оно грозит перерасти в локальные конфликты. Чтобы решить эти локальные конфликты и не допустить конфронтации, необходимо найти новые формы коммуникации с властью. То есть, например, организовать комиссии, в которые будут входить чиновники, строители, если речь идет о застройке уплотнительной, и обязательно местные жители. И на базе этой комиссии приходить к компромиссу. Это, к сожалению, системная проблема. Она вызвана тем, что в Москве местное самоуправление фактически носит номинальный характер. Депутаты местных советов, к сожалению, лишены практически всех полномочий и решают крайне узкий круг вопросов, который не позволяет им всерьез работать на интересы жителей. При том, что даже эти очень небольшие полномочия зачастую вовсе не используются, потому что подавляющее большинство местных советов, увы, так или иначе, захвачены представителями одной партии. И они заинтересованы только исключительно выполнять команды сверху, проходящие по линии исполнительной власти. Если и дальше будет политическая пассивность, то, к сожалению, и в следующем избирательном цикле. Опять будет недостаточно конструктивной оппозиции представлено, что в местных парламентах, что в городском. А значит, проблема сохранится и придется тушить эти пожары. Поэтому очень надеемся, что на ближайшем дне голосования кое-что в этом отношении изменится и москвичи смогут добиться появления большего числа своих реальных представителей в властных коридорах.